дорогие зрители всех приветствую и мы сегодня с вами поговорим о сатурне о том как правильно его гармонизировать о том какие будут признаки у вас если сатурн пораженный а также если сатурн сильный я расскажу вам о том как мы проводим нашу аскезу 8 суббот шани 8 суббот сатурна вот и мы уже делали наши первые результаты делали нашу первую аскезу просто восторге от того как она работает потому что многих реально поменялась жизнь у меня точно поменялась жизнь и конечно же хочу поделиться с вами этой информацией вот для того чтобы каждый человек гармонизировал эту планету потому что очень много есть различных убеждений насчет того что шани да это другое имя сатурна ведическое что это какая-то планета такая кармический наказанности кармического карателя что никто не любит эту планету в астрологии все время это считается планета вредитель но никто просто не умеет с этой планеты дружить и взаимодействовать и конечно же понимать чего от вас эта планета хочет то есть никого за просто так они дают никому никакие испытания за просто так естественно вам нужно понять какой-то урок который вам несет планета вот и гармонизация сатурна да то есть вкратце скажу она состоит из того что каждую субботу мы делаем с вами определенные практики определенные ритуалы вам почек опишу и то есть жизнь человека налаживается мы делаем упали планете мы ее задабриваем также меняем себя меняем свое поведение и благодаря этому планеты гармонизируется и ваша жизнь налаживается давайте сначала поговорим о том какая планета как будет выглядеть дис гармоничная планета пораженная планета то есть вам даже в принципе не обязательно знать вашу натальную карту для того чтобы определить поражена у вас планета или нет для этого есть очень много описаний очень много положений и очень много ситуаций которые сейчас перечислил вы услышите если услышите себя то поймете что да сатурн гармонизировать нужно вообще есть очень интересное такое сразу хочу вас так заинтересовать до закинуть такую удочку вообще сатурн он дает стабильное богатство то есть если у вас стабильный сатурн вы без проблем вас вообще нет проблем с деньгами причем сатурн дает богатство именно стабильное если венера дает богатство такой роскошь приходящую уходящую роскошь юпитер дает какую-то такую удачу может быть кратковременную, может быть долговременную, ну просто удачу. Человек вот такой плывет, ему прет, прет, а он может, например, зарабатывать на том, на чем-то неблагочестивом, например. Может и на благочестивом, то Сатурн, он дает именно стабильный, стабильное богатство, стабильное процветание. И кто у нас находится в списке Форбс? 30% списка Форбс это евреи. А евреи каждую субботу делают аскизу Сатурну под названием Шаббат. Каждую субботу они делают офигенную аскизу просто во всей своей стране. И они не работают, у них тоже есть куча ритуалов, куча служения, куча различных аскиз в этот день. У них в этот день там вообще в городе не работает такси, они там просто у них запрет на все. Мы еще об этом поговорим. Этот день называется Шаббат. И как вы знаете, да, люди ненавидят евреев там, да, некоторые. Но их каждую неделю они делают Шаббат по субботам. И как вы видите, офигенный результат в том, что у их народа, в принципе, с процветанием все довольно-таки неплохо. Да, потому что евреи, в принципе, как вы видите, там везде, я ничего против них не имею, ни в коем случае. Просто такое интересное наблюдение. Ни в коем случае никого там не призываю соблюдать именно Шаббат. Мы с вами конечно же склоняемся к более ведической стороне того, как гармонизировать планеты, к ведической стороне и, конечно же, к астрологической стороне. Да, то есть они просто делают то, что предписанных религий, а мы именно смотрим на это с точки зрения аскезы, с точки зрения астрологической, на то, как можно гармонизировать свою планету. И, конечно же, эта удочка такая интересная. Она, я знаю, кстати, что по субботам очень много состоятельных людей реально держат пост, даже те, кто не является евреями. Вот, поэтому такая вот интересность, интересная такая закономерность имеется. Вот, давайте поговорим с вами про пораженную планету. Вообще, кому была бы показана аскеза Сатурну? Ребят, если я буду не означать путать, допустим, 8 суббота, Сатурну или 6 пятниц Венеры, у меня столько много аскез разных, что я могу, ребята, путать либо цифру, либо название планеты. Если что, извините, потому что я сейчас у меня проходит аскеза Венеры, я могу путаться. У нас 8 суббот Сатурну. Вот. Кому же нужно гармонизировать Сатурн, этой аскезы, про которую я буду рассказывать? Конечно же, во-первых, для тех, у кого слабое положение в натальной карте. Мы поговорим так вкратце о слабых положениях позднее. Вот. И, конечно же, для тех, у кого садо-сати... Так, сейчас нужно выключить звук. Конечно же, для тех, у кого садо-сати период, для тех, у кого период с 29 до 30 лет, кто чувствует вот этот переход, мы о нем тоже чуть позже поговорим, 28-30 лет, если у вас сейчас этот период, у вас сейчас все спокойно, слушайте обязательно дальше. Вот. Будет интересно. Для тех, у кого слабое положение, для у кого оппозиция Сатурна с какой-либо планетой. Вот. Также у кого так, садо-сати я сказала, проблемы с родителями, ну, сейчас дальше уже мы по списку пройдемся, да, это такие общие, общие, так сказать, рекомендации. Видео, скорее всего, будет длинное, но я надеюсь, что если вы настроены действительно серьезно проработать эту планету, то тот объем информации, который я даю, он необходим, он большой, и поэтому думаю, что вам будет интересно. Вот. Вообще информации, конечно, много, поэтому давайте начнем. Пораженная планета. Мы сейчас будем говорить с вами о качествах, которые пораженный Сатурн дает человеку. Вообще люди, у которых нет внутреннего стержня, которые как лист на ветру, то туда, то сюда они, у них нет фундамента, туда, куда и народ, туда и я. Если люди, допустим, они решили все там покрасить волосы в розовые, я за ними, вот, а люди все решили податься туда-то, я за ними. То есть человек, в принципе, не способен принимать решения, он не несет ответственность. Обычно за такого человека очень долго могут принимать решения родители, либо даже наоборот, человек может идти на поводу у детей, то есть он не любит брать ответственность. Вот он куда все, туда и я. Потом скажу, да все пошли, я пошел. У человека нет внутреннего стержня. Вот. Дальше. У человека нет дисциплины, нет режима питания, нет режима дня. То есть это гений властвует над хаосом. Могу здесь привести свой личный пример, у меня вообще это тоже очень ярко. Вот. Тоже думала, гений властвует над хаосом, но, к сожалению, это недисциплинированность, это отсутствие какого-либо распорядка режима дня, какого-либо учета, какой-либо конструкции, какой-либо системы. То есть системы вообще нет ни в чем. Нет домашней бухгалтерии, нет режима дня, режима спорта, режима питания. Вот ты такой, вот сегодня это захотел, это и буду есть. Вот хочу сегодня там, допустим, объестся сладкого, буду есть. У тебя нет режима учета того там, что ты там, допустим, каждый день жрешь по шоколадке, например, да, у тебя нет режима здорового питания. У тебя нет режима спорта, да, ты можешь там, ну, побегаю там раз в недельку, например. Нет режима спорта, соответственно, нет результата. Нет учета бухгалтерии, соответственно, можешь, есть тенденция спускать деньги просто в трубу и, соответственно, не иметь никаких накоплений. Человек бежит от любой структуры, человек бежит от любой систематизации, человек бежит от любых деталей, от того, чтобы включаться в какие-то детали. Конечно же, нет никакой дисциплины, ты не можешь вставать в одно и то же время и ложиться, соответственно, спать в одно и то же время. Вот все, просто хаос во всем, у человека структуры нет ни в чем абсолютно. И, к сожалению, это Сатурн тоже поражает. Это говорит о том, что у человека Сатурн поражен, он, скорее всего, находится либо в соединении с какой-то планетой, и как бы ее потряхивает, так сказать, либо он в каком-то негативном доме. Да, ну вообще, может быть, причин много, если у человека нет дисциплины. Но Сатурн этого не любит, потому что Сатурн любит структуру, Сатурн любит тогда, когда ты все учитываешь, когда ты правильно распределяешь свои финансы, соблюдаешь там вот этот закон десятины, десять процентов ты откладываешь, допустим, финансовую подушку, десять процентов ты откладываешь на благотворительность, десять процентов, допустим, ты туда-то распределяешь, вот так, вот так, вот так, и у тебя, в принципе, структура. Ты не по велению своих хотелок тратишь деньги, а потому что у тебя четко расписано, соответственно, у тебя накопление больше, соответственно, у тебя больше, чем больше у человека структуры в жизни, тем лучше он своей жизнью управляет, а не так, что какой-то там хаос управляет им, Потому что если жизнь тобой управляет, а не ты жизнью своей, то соответственно каких результатов вы хотите ждать? Ну, соответственно, никаких. И этому учит Сатурн, он учит от этой безответственности, от этого хаоса избавляться, потому что он все время будет, будете на этот хаос натыкаться, не будет результата четкого, будет результат то густо, то пусто, не будет четкого стабильного результата вообще ни в чем. То есть, соответственно, что ты даешь, что умер, то и получаешь. И самый яркий пример того, что у человека пораженный Сатурн, это уныние, депрессия, меланхолия, апатия, лень. Это все состояние Сатурна. Если у вас плохие мысли, депрессия, меланхолия, знайте, что в вас включился Сатурн. Никакая другая планета такого эффекта не дает. Если вы склонны к апатиям, погрустить, впасть в депрессию, это все тоже за это отвечает Сатурн. Если вы вообще довольно депрессивный человек, который такой весь отчужденный, который весь такой одиночка, который весь такой консервативный, ворчливый, как старик уже родился старым. Это все говорит о том, что у вас либо Сатурн стоит в соединении, либо в первом доме, либо Сатурн в соединении с Луной, либо с Солнцем, либо с Марсом. То есть он какую-то планету, либо с Венерой, он какую-то планету у вас душит и, соответственно, дает такие результаты. Для того, чтобы как раз-таки эти состояния прошли депрессии, нужно Сатурн обязательно гармонизировать и аскезу делать вообще 100%. Следующий признак того, что у вас пораженный Сатурн. Сатурн отвечает у нас за старших, он отвечает у нас за родителей, за дедушек, бабушек, родственников. Вот, и если у вас есть любые конфликты, непонимания, плохие отношения с родителями, если вы там хотели, там, не знаю, с ними мало общаетесь, если вы там созваниваетесь, там раз в неделю не видитесь, а видитесь там раз в год, например, да, у вас там такие мысли, что типа чем дальше от них, тем лучше, какими бы они ни были, вообще любыми абсолютно, если у вас плохие отношения с родителями, даже если реально родители плохие, это говорит о пораженном Сатурне, если у вас родители там тоже, может быть, ведут там неблагочестивую жизнь, допустим, может, они реально могут быть, не знаю, ну, разные, либо вы потеряли, например, родителей, да, рано, либо они ушли, либо они не обращают на вас внимания, то есть это все тоже говорит о глубокой вообще кармической завязке, если у родителей не просто там, да, какие-то отношения, когда вы так немного как чужие, а вот прям серьезные, а вот прям какие-то серьезные, серьезные, то есть вам Бог, например, дал родителя, который злоупотребляет алкоголем, либо Бог дал родителя, который о вас вообще не помнит, там, да, там другой семьей, например, да, вы вообще как бы не существуете, вот, и если очень много насилия было в детстве, это говорит 100% о том, что Сатурн, за это отвечает только Сатурн, старшие в вашей жизни, это Сатурн, проблема со старшими, это проблема с Сатурном, и, конечно же, аскиза, она также будет гармонизировать это состояние, потому что если это состояние уже неизменное, например, да, там, допустим, родитель алкаш, простите, злоупотребляет алкоголем, грубо это все сказал, да, а если, допустим, родитель какой-то преступник, вот, вам тоже нужно делать аскизу для того, чтобы дальше по карме породу это не передать, вот, то есть нужно Сатурн задабривать, ну и, конечно же, желательно с астрологом узнать, что именно за положение так негативно влияет, вот, так, если у вас нет, также были проблемы с учителями, если у вас нет проблем, нет уважения к учителям, если у вас, вам не нравилась ваша школа, если у вас ощущение, что, о господи, да ну нахрен это вспоминать, учителя это вообще, короче, какие-то там, которые там заставляют что-то делать, у вас нет уважения к учителям, вы плохо отзываетесь о школе, об университете, у вас есть учителя, которых вы прям ненавидите, и вообще все обучение у вас какой-то такой мандраж вызывает, да, вы там, о господи, слава богу, это прошло, это тоже говорит о пораженном Сатурне, мне это тоже знакомо, потому что у меня прям какая-то к учителям патологическая неприязнь, причем к учителям именно каким-то школьным, вот, я, слава богу, недавно это проработала у себя тоже, когда начинала там обучение по медицине, снова и снова такая впалываете состояние, когда там какие-то свои навязывают мысли, выдавая это за науку, ну, знаете, тоже, короче, много всего, если есть такие проблемы и нет уважения к учителям, проблема на самом деле не в том, что мир такой нехороший вокруг вас, да, дело в том, что как вы реагируете на это, потому что вы, в принципе, с другими людьми находитесь в одной и той же ситуации, да, у вас еще целый класс, допустим, с такими же учителями взаимодействуют, но почему-то у одного человека, он сквозь то же самое все прошел, он говорит, блин, как классно, так скучаю по школе, а другой человек говорит, блин, пошли они нахрен, я хочу их сжечь нахрен, там, пошли они вообще все, не хочу их видеть, не хочу с ними видеться, я вообще их ненавижу, там, человек в 50 лет, в 30 лет так думает. Это говорит о том, что у человека пораженный Сатурн, у него есть зацепка, неуважение к старшим, неуважение к учителям, ему нужно Сатурн гармонизировать и, конечно же, в первую очередь делать расстановки и в своей голове восстанавливать правильные позиции старшего, младшего и учиться уважению к старшим, к их опыту. Дальше. Нет своего стабильного жилья вообще нигде, либо человек живет в каких-то квартирах, которые человек постоянно переезжает, у него попадаются квартиры просто какие-то обшарпанные в плохих районах, то есть Сатурн, во-первых, вообще не дает человеку своего жилья, у него вообще нет жилья своего нигде. То есть, в принципе, можно жить на съемной квартире, но при этом у человека где-то есть своя там квартира, может быть, в каком-то небольшом городе, либо там какое-то наследство, либо еще что-то. Если у него вообще ничего нет, и он просто скитается по каким-то съемным квартирам, которых у него постоянно что-то ломается, которые постоянно выглядят так, как после атомной войны, то, соответственно, это тоже говорит о том, что Сатурн не проработан, поражен, потому что проработанный гармоничный Сатурн всегда дает свое жилье. Это жилье может быть где-то, где-то у вас, но есть. Какая-то квартира где-то есть, вы можете жить там на съемной квартире, хоть в Москве, хоть там в Лоус-Анджелесе, но при этом в съемной, но при этом у вас есть своя квартира в каком-нибудь там другом городе, например. Либо вообще просто есть свое жилье, которое вам досталось без ипотеки, которое вам досталось, а вот просто так. Вот это все. Либо какое-то наследство пришло вам, например, хорошее, да, у вас через наследство пришла недвижимость. Это тоже говорит о том, что Сатурн как бы вами доволен, он и дает вам такой, как Сатурн нормальный, хороший. Дальше. Тяжелый физический труд в грязных условиях. Сатурн это всегда черновая работа. У человека, у которого Сатурн не проработан, он всегда попадает в самые грязные, самые тяжелые условия труда. Это шахтеры, это продавцы, это... Ну, у каждого человека это может развернуться вообще по-своему, да. Вообще это люди, которые убирают, моют пол, которые служат людям, у них прям черновая работа, которая смиряет их эго. Вот. И когда человек, он в смирении проходит эту работу, она, кстати, очень быстро у него заканчивается обычно, его либо повышают, либо, если человек правильно проходит этот путь с самого низа, то его либо повышают, либо он как-то меняет работу на более хорошую, ему предлагают, да. То есть ему даже в принципе делать ничего не надо, его Вселенная сама ведет. То есть вот, ты был довольно смиренен, ты хорошо выполнял свою работу, потому что большинство людей, работая на такой работе, они либо жалуются на начальство, ненавидят начальство, ненавидят там зарплату, считают, что им должны все больше, должен мир, либо они что-то воруют с работы, либо они просто не благодарят Вселенную за то, что у них хотя бы такая работа есть, да. То есть они неблагодарны за то, что у них есть даже за такую работу, даже, да, что ты, например, моешь пол, что ты, например, там, что-то, не знаю, там, как-то служишь людям, да, это может быть вообще, ну, любая работа, но она черновая, это дворник, это какой-то очень большой, человек работает много физически, это может быть заводы, это тоже энергия Сатурна, женщина работающая на заводах, она тоже гармонизирует Сатурн, мужчина работающий на заводах тоже гармонизирует Сатурн, вот, тяжелая физически работа, и если вы там можете даже быть, например, каким-то бухгалтером, и при всем при этом вы чувствуете себя как-то энергетически вас выматывает так, как будто вы шахтер, вот, это тоже говорит о том, что Сатурн вас, как бы, держит в вежовых рукавицах, вот, если вы работаете в грязных условиях, так же, да, тоже, тоже Сатурн, дальше, это излишний консерватизм, отрицание красоты, брюзга, человек, который ходит в оборванной одежде, в старой, грязной, в одежде, в пятнах, которая не стирана, мятая, очень много есть таких людей, которые реально ходят прямо как бомжи, вот, которым вообще, в принципе, пофиг на свой внешний вид, особенно это люди, вообще, на самом деле, это может быть как и даже девушка молодая, так и может быть и какие-то взрослые люди, вот, то есть человек, в принципе, со своим внешним видом не следит, он может там с грязной головой пойти, да, там постоянно ходить даже, да, он может ходить в пятнах, его это, с дырками, его это не смущает, то есть дело не в том, что, да, например, вы пятнышко посадили и ходите там, как-то прячете, да, вам некомфортно, этому человеку будет без разницы, он будет ходить там с дырой с огромной, ему, в принципе, пофиг, он просто ходит и говорит, да, и пофиг, я духовно развиваюсь, если все остальное не важно, например, да, это излишний консерватизм, человек вообще не открыт ничему новому, он полностью живет где-то раньше было лучше, раньше там трава была зеленее, вот, отрицание красоты, то есть человеку показываешь, вау, смотри, как красиво, а он говорит, какая здесь практическое вообще применение, то есть даже могу привести пример, то есть разговаривала недавно тоже с сатурнянцами, у меня просто скоро день рождения, вот, и разговаривала с сатурнянцами, ну, они такие, о, что тебе подарить? Я говорю, ну, я, ну, как бы, у меня весы, венерянка, и, типа, о, я говорю, о, блин, я хочу вот какое-нибудь кольцо красивое, например, да, а у сатурнянцев, у них отрицание красоты, то есть они смотрят только на то, что можно применить в практике, они прям консерваторы, они такие, блин, нахрен тебе кольцо, давай мы тебе микроволновку подарим, я говорю, ну, я не пользуюсь микроволновкой, блин, ну, давай тогда мы тебе подарим там какую-нибудь, а, там, шторы, я говорю, нахрен мне шторы, я сама их себе куплю, это же подарок, вот, и, то есть, в принципе, это не когда ты получаешь подарок по бытовому, применению какому-то, да, человек сам может это купить, а именно что-то красивое, да, то есть человек красоту, он отрицает, он говорит, нафиг тебе кольцо, зачем тебе покупать какую-то одежду там, да, ну если даже он одежду покупает, он покупает некрасивое платье, покупает там теплое, практичное, чтобы там прошло нормально там куда-то сходить, чтобы не запачкалось серого грязного цвета какого-нибудь, чтобы пятен было не видно или еще что-нибудь такое. Вот, человек может подолгу не стирать одежду, вот, человек может ходить в мятой одежде, то есть его это в принципе никак Так не смущает и в принципе все нормально. Также Сатурн отвечает за родовые проклятия, за родовую порчу, за карму рода. Если у вас повторяется одно и то же событие на протяжении нескольких поколений, то это также говорит о том, что Сатурн либо соединен с Луной, либо соединен с Солнцем. То есть в разных градусах они дают, можно увидеть, что у человека негативная карма рода, там какие-то проклятия есть, то есть положений в принципе таких много. Ну если вы сами можете посмотреть на свою жизнь и сравнить, то вычислить, где какая негативная энергия. Также этот человек постоянно жалуется на жизнь, брыжит, как все плохо, как его везде обманули, как ему везде бедного несчастного не уважают, как будто ему все должные почести не оказывают. Это негативный Сатурн, имейте в виду. Излишняя строгость. Строгие родители, которые ориентировались всегда на результат, то есть они все время требовали от ребенка, дай нам результат, оценка, нам плевать на твое эмоциональное состояние, нам нужна твоя оценка. Оценка в дневнике это все, что мы от тебя хотим. Вот, то есть неинтересно, как ты себя чувствуешь, только нам нужна оценка. Хорошая оценка, прекрасная. Плохая оценка, все, мы тебя как-то наказываем. То есть у таких родителей нет эмпатии, если вы воспитывались такими родителями, у вас Сатурн поражен. Нет эмпатии, жизнь из ума, эмоции. Такие люди практически не признают, они очень холодные, они не уважают чужие чувства. То есть у меня много сатурнянских энергий иногда бывало, я такая все время говорю, блин, эти сопли давайте отбрасываем, короче, да. Давайте просто по факту смотрим и решаем проблему. Типа сопли нам сейчас здесь не нужны, мы просто смотрим, движемся вперед, эти сопли все не для меня. То есть я когда, ну, то есть такой очень холодный энергетик, то есть она может других людей обижать, потому что чувства других людей Сатурн вообще не берет. То есть это строгая холодная планета. Вот, а человек безответственность это равно пораженный Сатурн. Если человек не держит слова, он безответственно что-то пообещал, не сделан, он не может нести ответственность там даже за кота, не может нести ответственность вообще ни за что. То есть Сатурн 100% пораженный. Человек ничего не доводит до конца. А также начинаю, там, бросаю на полпути на 30%, у человека куча всего начатого, но законченного ничего нет. Нужно потихоньку, помаленьку начинать заканчивать такие начатые дела, потому что Сатурн этого не любит. Вот дальше, дальше старта не продвинетесь никогда реально. В любом, какое бы ни было дело, даже ваше дело всей вашей жизни, если вы все бросаете на старте, тут так же будет. Также у человека вокруг все ломается, все изнашивается. Вокруг него все время старые вещи какие-то. У человека вот вокруг все его рушится. Это значит то, что Сатурн в данный момент либо транзит какой-то плохой проходит. Если вокруг него ломается техника, ломается там авария, машина какая-то ломается, например. Либо как-то в офисе все ломается, перегорает. Вот тоже это говорит о том, что возможно транзит плохой. Если у вас судьбоносные плохие события, прям бьет судьба, одна и та же ситуация повторяется. Вроде живешь по правилам, вроде живешь благочестиво, но при всем при этом у тебя постоянно происходят какие-то события. У тебя предательство постоянно, у тебя постоянно что-то в личной жизни одной тоже происходит. То фактически Сатурн, скорее всего, тоже поражен. Все время какое-то происходит кармическое воздаяние. Также возраст Сатурна 28-30 лет. Это тот момент, когда ваш Сатурн возвращается на ту же самую точку, в которой он был в тот момент, когда вы родились. И это считается, что один цикл Сатурна, один цикл Сатурн прошел. И в этот момент, в 28-30 лет у людей могут происходить различные судьбоносные события. Они могут разводиться, могут терять бизнес. Их жизнь может очень жестко лупить, возвращать в какие-то вообще, переселять. Человек может переезжать. То есть Сатурн в это время человека возвращает на тот путь, который он должен пройти. То есть если человек ушел со своего настоящего пути, то Сатурн очень жестко отсекает. Человек находится не в своем пути, полностью в слепоте в какой-то своей, по судьбе по своей. Он находится не на своей ветке развития событий. Он не видит, с кем он на самом деле общается. То есть у него полная слепота. Здесь Сатурн берет все в свои руки. Он отрезает очень жестко людей, которые тебе кажутся, «О боже, это же там самые лучшие люди в моей жизни». Он очень жестко отрезает этих людей и меняет полностью жизнь человека. Это очень жесткие временами периоды, когда я видела у людей именно в 28-30 лет, с которыми случались такие события. То есть они говорят, что я просто как будто по рукам и ногам был связан, просто смотрел, как рушится моя жизнь. Но после этого Сатурн дает как бы новый старт, открываются новые ветки развития событий. И люди уже на своем пути, который им на самом деле нужно пройти. То есть Сатурн, он не наказывает вас, он ваш друг. То есть он показывает вам, что чувак, хватит уже блуждать не на своей дороге. Твою жизнь, хватит тратить время, во-первых, взрослей и проходи свой путь. 28-30 лет – это время прямо такого взросления, когда уже если ты сам не повзрослел, тебе Сатурн поможет повзрослеть теми ситуациями, событиями, которые с тобой произойдут. Там уже выбора не будет, повзрослеешь, не захочешь – повзрослеешь. Человек может переживать уныние. То есть уныние – это когда все плохо. Человек в момент уныния отворачивается как бы от Бога. И тоже говорит о том, что Сатурн такой, что-то от него хочет, от этого человека. Жизнь отшельника. У человека нет компании, он одиночка. Вообще положений в карте отшельника, конечно, много может быть. Но Сатурн – один из ведущих положений отшельника, когда у человека вообще нет практически друзей. У него жизнь – это работа, дом, работа, дом. У него вообще нет никакой социальной жизни. И такое ощущение, вот прям как будто человек вообще отрезан от социума, от мира. Вот он просто живет там до магазина, до работы, до магазина, домой, до работы, до магазина, домой. То есть это либо Сатурн в 12-м доме, либо что-то он в 12-м доме имеет какое-то отношение. Либо он прям там стоит, да. Ну то есть либо Луна там в соединении с Сатурном. Ну короче, тоже может много быть положений. Но ведущая здесь, конечно же, Сатурн и его такое влияние. Дальше. Это высокомерие и гордыня. Это вообще, если у человека высокомерие и гордыня, это, конечно, имеет Солнце здесь основное. Но так как Солнце плюс Сатурн в оппозиции все время, ну то есть если Солнце с Сатурном находится в оппозиции, у человека вот высокомерие и гордыня, это прям его ахиллесовая пята самая основная. Вот. И вообще это солнечные, конечно, высокомерие и гордыня солнечные. Солнечная дисгармония, так сказать. Но эту дисгармонию все время усмиряет Сатурн. Потому что Сатурн, он, как сказать, Сатурн и Солнце, это прям два таких противника. Вот. Несмотря на то, что Солнце это отец как бы Сатурна по ведам. Вот. Но Солнце в дисгармонии, это человек, у которого огромное-огромное эго. А Сатурн, это эго, все время отрубает, все время эту высокомерную голову, он все время ее сносит, отрезает. Это 16-й аркан башни, там такая корона летит. Это Сатурн. Вот если кто знает Таро, это Сатурн, это работа Сатурна, когда человеку сшибают его корону с головы. И если человек уходит в высокомерие, если у него все хорошо, он зазнался и начал как-то, знаете, как-то вот так вот гнуть пальцы и думать, что все с ним теперь всегда будет так хорошо, смотреть на других людей свысока, то Сатурн его обязательно, с него эту корону снимет, либо проблемами, либо тем, что такие люди, они как раз-таки потом, знаете, могут из князей в грязи. То есть он очень легко может человека как поднять из грязи в князи, Сатурн это делает, также легко он может и обратно человека с этого князя в грязь выкинуть, потому что, опять же, Сатурн это черновая работа, человек может, знаете, иметь бизнес, в момент все потерять, а потом идти работать дворником. Это Сатурн, который либо кармически что-то воздал человеку, либо в его гордыне его как бы проучил. При этом, если человек правильно поймет этот урок, он может снова потом открыть новый бизнес, и у него все будет хорошо, но только если он свою гордыню в скамере проработает. Вот, дальше. Деньги утекают сквозь пальцы, сколько бы человек не зарабатывал, человека все время нет денег, потому что он не умеет копить, он не умеет откладывать, он все время спускает. Даже если человек может зарабатывать миллион долларов, у него все равно не будет денег, потому что у него сквозь пальцы как бы утекают. Это тоже говорит о том, что Сатурн не проработан. А у человека, который там зарабатывает, не знаю, там 20 тысяч рублей, он живет более, как бы сказать, у него как бы более все лучше, чем даже человеку, который, например, зарабатывает 100 тысяч рублей, Но тот, у которого зарабатывает 20, но у которого Сатурн гармоничный, он будет жить в более процветающем состоянии. И реально более процветает. То есть у него дом, даже два дома будут стоять, один человек 20 тысяч зарабатывает, другой 100. У этого человека дом будет более облагороженный, более процветающий забиной, чем у того, у которого человек может зарабатывать 100 тысяч рублей. Но Сатурн у него не проработан, он может жить просто в халупе какой-нибудь разваливающейся. Я таких людей реально видела. Вот это прям небо и земля. и реально смотришь, этот сотку зарабатывает, это 20. Тот, который зарабатывает 20, живет лучше, чем тот, который зарабатывает сотку. Проблема в том, что у них разные отношения к деньгам. У одного Сатурн сильный, он копит, он учитывает, бухгалтерию ведет, что-то рассчитывает, умеет. Этот просто все спускает. Дальше. Человек вообще не ухаживается пожилыми родителями. Человек вообще не созванивается с бабушками, с дедушками. Раз в месяц позвонит, они ему, да все нормально. И он, ну все нормально, хорошо. Я как бы тут в своем другом городе прекрасно, как бы раз все нормально, хорошо. А ему просто никогда они не скажут, что у них все плохо, что им нужна помощь. Вот. А раз сказали, что все нормально, ну вы же сказали, что все нормально. То есть такие люди, они обычно в таких розовых очках ходят, а Сатурн у них в это время копит огромный такой кармический долг в это время, который к ним потом обязательно вернется. Потому что они за своими старшими не ухаживают. Они за своими старшими не уважают, не ухаживают, не заботятся о них. И также есть много людей, которые живут в другом городе, но они постоянно там как-то, о, как дела. То есть они включены, у них род может быть более проработан, чем у тех, кто даже живет там в одной квартире, например, да. Но при этом между ними расстояние дальше, чем, не знаю, там, чем, блин, весь космос. Вот. Поэтому забота о старших, ухаживание за пожилыми людьми, особенно если у вас есть какие-то бабушки и дедушки, которым вы только раз в месяц звоните, это очень-очень плохо для вашего Сатурна. Вы постоянно должны за старшими ухаживать, за пожилыми ухаживать. И ваш род постоянно должен быть, старшие должны быть под вашим вниманием, особенно если они уже преклонного возраста. Об этом мы с вами поговорим позднее. Я вам расскажу об этом уже, собственно, тогда, когда мы с вами будем саму аскизу делать, как правильно подойти к аскизе, не из своего эго, а из правильной позиции. Вот. Многие делают аскизы для черных дел, для эго. Они на самом деле, любая аскиза, это уже есть Сатурн. Любое ограничение, любое ограничение, даже аскиза Венеры, это уже немножко тоже Сатурн, потому что ты уже в чем-то себя ограничиваешь. Сатурн – это ограничение. Вот. И когда человек, например, берет, буду делать, допустим, голодать там по, буду голодать там три дня, но мне за это, за то, чтобы мне Вселенная, вот на карту, вот мне бы пришло 100 тысяч, откуда, ниоткуда. То есть это все, это аскизы для черных тел, аскизы для твоего эго. Даже если кто-то смотрел ведические фильмы, там раньше мудрецы, там, да, извед, было очень много историй, мудрецы, не мудрецы, наоборот, асуры, асуры, то есть демоны, они делали различные аскизы, допустим, там проводили в суровых условиях аскизу, там на вершине какой-то горы, либо в пещере, они там могли находиться в медитации, накапливая тем самым духовную энергию, но когда к ним приходил, как бы, Шива для того, чтобы дать им дар, когда, допустим, там, да, вот я буду 10 лет, там делать вот эту аскизу, да, там сидеть в холодной пещере, то есть у них вот так и было, когда приходил к ним Бог, чтобы дать им плод этой аскизы, они просили себе какую-нибудь сверхсилу, для того, чтобы поработить там человечество, либо просили какую-то сверхспособность, для того, чтобы иметь власть над другими, вот, либо у нас сейчас, конечно же, все любят, ну, вот сейчас я приду там, то же самое, вот, недавно у меня было восхождение на гору, люди приходят на гору, вот они лезут на гору, я залез на гору, я загадаю желание, то есть, они загадывают, о, хочу новую машину, хочу новую работу, хочу миллион рублей, хочу чего-то еще, и люди делают ту же самую аскизу для черных дел, то есть, они идут туда со своими материальными какими-то запросами, я не хочу сейчас сказать, что ваши автомобили и так далее, там, что это для, что это, как сказать, что-то такое черное, нет, конечно, вы это делаете для своего процветания, да, кто-то делает действительно для того, чтобы там повипендриваться, не важно, важно именно позиция, то есть, да, если мы делаем аскизу Сатурну, это о духовном росте, это о духовном, именно о духовности, и вообще любая аскиза, она о духовности, вообще делать аскизу для чего-то такого, хочу там себе вот это, это не, понимаете, это вот не канает, это не канает, вы лучше аскизу сделайте для того, чтобы развить свое мышление, да, быть хорошим руководителем, чтобы открыть в себе качество хорошего руководителя, чтобы открыть в себе качество хорошего управления деньгами, там, да, чтобы стать более, более энергичным, чтобы нанять себе хорошую команду, чтобы придумать клевое дело людям, да, фу, клевое что-то для людей, чтобы они потом, да, что, о, что-то хорошее они вам принесут деньги, да, то есть аскезы не берутся материальные вещи, аскезы берутся качество, духовный рост, духовное развитие, вот, и потом уже исходя из этого, уже к вам будет притягиваться материальное процветание, а просто делать аскезу на то, чтобы, если бы вам была положена, ладно, это уже позже, да, мы уже будем об этом говорить, забегая вперед, будем говорить уже как непосредственно, как буду рассказывать вам, из какой правильной позиции к аскезе подходить. Дальше, если у человека нет защиты энергетической, он постоянно цепляет на себя все в каких-то местах силы, то есть он все время на себя собирает какой-то негатив, у него нет энергетической защиты, он очень легко пробивается, с ним постоянно ругаются, на него что-то орут, и он очень легко впадает в какой-то стресс, у него очень тонкая энергетическая оболочка, абсолютно проникаемая, ну, то есть он постоянно подвержен каким-то воздействиям энергетическим, вот, также он плохо выполняет, плохое выполнение обязанности, плохо выполняет обязанности человека к дочери, отца, либо работника, да, он безответственный, опять же, строгость самоедства к самому себе, то есть когда человек сам себя тоже, я недостаточно хорош, мне надо работать больше, вот, дальше, следующий пример это бедность, нет выбора в жизни, то есть Сатурн вообще лишает человека полностью выбора в жизни, он его связывает и высасывает силы, то есть человек полностью связан по рукам и ногам, допустим, он привязан к больным родственникам, он не может сменить работу, не может переехать, например, либо он, там, ну, как бы привести кое-что пример, в общем, Сатурн ставит человека в такую позицию, вот, что он реально связан по рукам и ногам, он не может никак изменить свою жизнь, он работает на трех работах, у него, там, допустим, какие-то куча кредитов, например, да, он не может ничего сделать, не может уволиться, вот он просто как, просто как Аскит, он просто терпит, Сатурн это всегда терпение, он просто терпит и себя приносит в какую-то жертву, вот. Также уродства какие-то тоже Сатурн может дать, как заторможенное мышление, глухота, слепота, преждевременное старение, человека может быть в жизни насилие, деградация, распад личности, алкоголизм, либо еще что-то, это тоже дает пораженный Сатурн, физические недуги, вот, человек тоже, тоже Сатурн может дать, у нас вообще будет отдельный с вами интересная тема, астрологическая медицина, именно по Сатурну, вот, что именно, какую болезнь может Сатурн дать, да, и какая проработка как бы идет, это будет в разделе астрологическая медицина, будет лекция. Так, слабость жизненных сил, переломы костей, ранняя седина, плохие зубы, если крошатся уже годами, проблемы со стопами, неврологические проблемы, лица, допустим, неврология какая-то, психопатия, паника, депрессия, беспокойство, стресс, бессонница, эпилепсия, астма, онкоболезни. Вообще, я знаю человека, у которого Сатурн в оппозиции с Солнцем, и этот человек постоянно просто со 20 лет находится у стоматолога, вот, и также у человека были переломы. Также сейчас расскажу очень интересный тоже мой пример, у меня тоже был, когда у меня был вот как раз таки период 28-30 лет, у меня тоже там включился Сатурн, была куча вообще жутких событий, я там кое-как пережила этот период, вот, и у меня была проработка тоже с родом, проработка со старшими, и у меня было три случая, которые меня вообще выдрессировали, как правильно общаться со старшими. Первый пример был, я сломала палец на ноге, вообще никогда ничего не ломала, но у меня вот прям был вот этот, включился Сатурн, у меня Луна, как раз таки соединенная с Сатурном, и у меня это соединение включилось в жизнь, у меня пошел транзит, и получается, я начала замечать, что как я общаюсь со старшими, такой у меня обратный эффект от Вселенной. Я поругалась со своим папой, вообще прям, причем, ну, мы редко ругаемся, но тут прям капец был, вот, вообще у нас проработка родовая прям есть такая, да, проблемы вроде бы есть, вот, кармические какие-то там идут, идущие, то есть там какие-то нет взаимопонимания и так далее, вот, и я поругалась очень серьезно, там, из-за проблемы, я на следующий день сломала палец, причем я очень сильно поругалась, у меня болели суставы всю ночь, и потом на следующий день у меня прям все, сломан палец, причем я вот прям ругалась, редко, когда я там выхожу из себя, там прям очень сильно орала, прям, да, и, ну, капец вообще, конечно, был, все, пожалуйста, результат есть. Потом, короче, следующий пример, буквально где-то через недели-две, тоже, получается, я помню, что-то маме сказала, причем я сказала не со зла, но я уже понимала и чувствовала, что все, что я даже говорю не серьез, все это мне возвращается в сториз, и что-то я маме сказала, что-то да злая ты, короче, злая ты, что-то сказала как-то так, причем, ну, было, знаете, доля шутки, доля правды, вот, и что вы думаете, я делала ремонт, пришла, то есть я сказала это, пришла в квартиру делать ремонт, и просто падаю со стула, у меня вообще нету, у меня нету склонности к травмоопасности какой-то, я как бы, ну, нет у меня такого, тут я просто падаю со стула, падаю на груду вещей, у меня вот такая гематома на ребре, очень сильно было больно, очень реально сильно упала, думала там уже, не знаю, сломанное реблуро, вот, тоже было такое, всего лишь сказала злая ты там, да, доля шутки, доля правды, ну, причем, что, ну, мама восприняла это, как бы обиделась на меня, вот, такое. И еще, короче, был тоже случай, я там вывихнула палец тоже буквально через пару дней, когда что-то тоже был примерно такой же эффект, короче, к чему я, к тому, что со старшими нужно общаться как с богами, у меня уже есть тоже такое видео, выкладывала в коротких видео, то, что пока ты не общаешься со своей мамой и папой, со своими старшими, как с богом и с богиней, вот как с богом с ними общаешься, вот так вот, да, я принимаю все, что ты говоришь, вот, я слежу, благодарю за твой опыт, вот, благодарю за твои, за твои, ну, короче, тоже целая лекция про это, вот пока ты так не общаешься, в твоей жизни гармоничного Сатурна не будет, и не будет процветания, не будет стабильного процветания, пока нет уважения к старшим, и не будет какой-то внутренней опоры, стабильности и энергетической защиты, потому что, если у тебя есть защита рода, это прям мощнейшая защита, которая, ну, вообще, вообще, вот прям, ты будешь, вот, вот, как за ангелами-хранителями, как за армией ангелов-хранителей просто ходить, вот. И тоже слышала несколько примеров, то, что рассказывали, как тоже состоятельные бизнесмены в Дубае, это я видос в Ютубе видела, они тоже говорили, я целую тапочки своей мамы, которые бизнесмен рассказывал, у него мама ушла 10 лет назад, он 10 лет приходит в офис, целует тапочки этой мамы и просит благословения на то, чтобы она дала, ну, благословила его, его бизнес, его работу, его день, его жизнь, вот, просит у нее, как бы, благословения и посылает ей любовь. Вот, второй, сразу же, второй потом интервью, он говорит, я просто представляю, как передо мной стоят мои роды, и я, говорит, не боюсь ничего в этом мире, поэтому вот так вот важно, так вот важно прорабатывать именно со старшими свои отношения, они дают очень мощный Сатурн, то есть это 50% проработанный Сатурн, это хорошее отношение со старшими и с родом со своим. Также теперь давайте быстренько по слабым положениям Сатурна. Это, ребята, просто вот, как бы, вкратце, да, Сатурн в 12-м доме, ретроградный Сатурн, это Сатурн плюс Луна в оппозиции, Сатурн плюс Солнце в оппозиции, Сатурн в весах и в рыбах не очень хороший, если он вообще у вас в любом доме Сатурн в весах и в рыбах, Сатурн в Овне не очень хороший, Сатурн в Раке не очень хороший, оппозиция Марс-Сатурн одна из самых напряженных, вообще любая, в принципе, планета, с которой соединен, с которой в оппозиции находится Сатурн, про оппозиции мы говорим, находится Сатурн, он дает негативный эффект. Любую планету, с которой Сатурн находится в оппозиции, он ее душит, вот, он ее дает негативные эффекты. Подробно про перечисленные позиции мы поговорим уже на лекции, которые будут, я расскажу далее. Вот, также, в принципе, да, любая планета. Так, теперь давайте поговорим про сильный Сатурн. Это самые мощные лидеры, не ломаемые вообще никогда. Если человек когда-то взлетел, упал, это Сатурн у него не очень хороший. Если человек стабильно, постоянно, мощный, он дает результаты, он справляется с трудностями, это Сатурн просто мощнейший. Человек, который постоянно на плаву, его любят сотрудники, в том плане, что он пример для подражания. Он не обязательно будет тебе добреньким, но он пример для подражания, потому что когда на него сваливаются какие-то трудности, он с ними всегда справляется. Вообще у нас как бы наш президент, это Сатурнянин охрененный. У нас в принципе вся страна наша Сатурн. Президент у нас как глава этой компании чудесно является тоже очень мощным Сатурнянином. Они абсолютно не сгибаемые, не ломаемые. Сгибаемые они могут принять разные решения, это не проблема. Они в плане не ломаемые абсолютно. Их не сломать вообще никак. То есть один из ярких примеров это Маргарет Тэтчер, она Сатурнянка. И вообще никак не сломаешь ты этого человека. То есть люди, которые вот они идут, 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 идут и не падают абсолютно. У них там заболевание какое-то серьезное, они с ним справляются. Они потеряли бизнес, они через год еще в плюс два вышли. У них там что-то на них там враги делают, им вообще по барабану. Они даже не думают о них, там враги сами просто, они даже не знают о том, что на них враги делают, враги сами вот так отваливаются. Потому что самая мощная защита, это та защита, которая дается Сатурнам. Ни одну, ту защиту, которую дает Сатурн, никто никогда не пробьет вообще. Потому что Сатурн, как бы он сам себя пробивать не будет. Потому что если у человека гармоничный Сатурн, ты его ни с чем не сдвинешь вообще. Потому что у него все по полочкам, у сатурнянца у него всегда все счета оплачены, налоги заплачены, друзья у него везде есть в хорошем плане, не в том, что он подкупил кого-то, а в том плане, что у него везде порядок, у него в документах порядок, в его деятельности всегда порядок, у него всегда три подушки безопасности везде, у него всегда четкая структура и схема, к нему пришли с проверкой, он сам проверил уже все, еще лучше них. И он говорит, да, проверяйте, конечно, я вот сам себя проверила, посмотрите, пожалуйста, то есть он дружит с ними, он не пытается там скрыть налоги, куда-то их увезти в офшоры, он показывает им все свои налоги, то есть это абсолютная прозрачность, потому что ты не боишься, что тебя за что-то зацепят, потому что ты сам все проверил, у тебя все прозрачно, ты спишь спокойно, Сатурн сильный, спит всегда спокойно, даже если у него там миллионы, миллиарды компаний, он спит всегда спокойно, потому что у него вот так вот все в подушках безопасности, он везде все продумал, он везде со всеми поговорил, у него его бизнес, это вот эталон, то есть это эталон, у него не то, что ну там офшоры, там офшоры, там незаконно сделал, там обманул, там вот заплатил, там взятку дал и сидит, трясется 10 лет, спит вот так вот с бухлом, только там бухает, бедолага, чтобы спать спокойно, это не Сатурн, это может быть там какой-нибудь Юпитер, может Марс, не хочу сказать, да, дисгармоничный Юпитер, вот, Сатурн это всегда круто, это всегда все, это богатство, сатурнянское богатство, это стабильное богатство, это всегда богатство, которое приумножается, вот, и это богатство, которое очень сложно отнять, то есть если человек, кто-то там захочет богатство отнять, которое ему дал Сатурн, он скорее всего у него не отнимет, вот, и это будет сделать очень-очень трудно, вот, это не мимолетник, конечно, да, а именно стабильный заработок, вот, в сотворчестве с Сатурном это всегда клевый, мощный бизнес, вот, это нефтяной бизнес, это, да, Сатурн, это подземные блага, вот, свои сокровища Сатурн хранит в земле, сейчас вот тоже недавно прочитала это изречение, вот, вот, и нефтяные различные, нефтяной бизнес, это также по Сатурну, я не говорю, что это значит, что это все благостно, бизнес у них может быть любой, вот, но Сатурн как бы курирует эти все вещи, то есть он может и негармонично этот бизнес вестись, вот, ну, то есть, соответственно, человек сам выбирает. Обратная сторона успеха всегда завораживающая, потому что эти люди, они всегда решают сложные задачи, они всегда справляются с судьбоносными событиями, они, возможно, теряли бизнес, уходили в минус, брали какие-то там долги, кредиты, но они всегда выходили в плюс, они всегда справлялись, они всегда, то есть, всегда идут вперед, они не бросают на полпути, они всегда идут вперед, потому что у них есть преданность, вот, у них есть двигатель, движение к цели. И также, если, также можно увидеть, Сатурн дает такую некоторую, тоже увидела закономерность, вот, то, что это часто люди, которые раньше были аскетами, да, то есть они рассказывают там своих, то есть сейчас они такие прям мощные сатурнянцы, у которых там так все круто, вот, но раньше они были аскезы, они говорят, ну, нам нечего было есть, мы там ели неделю гречку, вот и такое в нашей жизни было, короче, они все время рассказывают, что Сатурн в начале пути всегда давал им аскезу, возможно, многолетнюю, кому-то дольше, кому-то меньше, смотря кому сколько нужно времени, да, чтобы понять, вот, а потом они уже раз и, раз и уже расцветают. То есть у этих людей всегда дисциплина, у них всегда правильное питание, с утра они просыпаются в одно и то же время, ложатся в одно и то же время, там, суббота, пятница, воскресенье у них спорт, то есть у них расписание везде, абсолютно, созвон там в какое-то время, то есть у них расписание доминирует в их жизни, то есть они живут по расписанию, а не так, что захотел, там, созвонился, да, то есть у них полностью распорядок, режим, все по, все четенько, все по структуре, вот. Так, это я вам рассказала. Сильный Сатурн, это всегда смиренность, это всегда способность видеть Бога в каждой ситуации, то есть человек всегда понимает, что если ему пришло какое-то испытание, значит, значит, ему пришел Бог чему-то его научить, он пытается увидеть урок для того, чтобы чем быстрее распознаешь урок, тем быстрее испытание закончится, вот. Так, режим труда и отдыха у людей есть, человек здоровый консерватизм, лучше сделано так, как проверено, зато точно, точно дается какой-то результат, то есть сатурняне, они не, сказала бы я, что они первооткрыватели, первооткрыватели это Уран, вот, а Уран это высший Сатурн, вот, Сатурняне, они обычные консерваторы, они идут либо по проторенным дорогам, или, ну, так, в что-то новое они, конечно, идут, но неохотно, больше они, конечно, любят то, что уже проверено и работают годами. У этих людей отсутствие привязанности, есть деньги, хорошо, потерял деньги, ничего страшного, заработаем новые, вот, они не держат людей, не держат там сотрудников, ну, то есть у сатурнянцев, у них хорошо проработаны привязанности, да, потому что человек понимает, что у них философский взгляд на жизнь, они понимают, что ничто не вечно, все, что тебе пришло сегодня, завтра нужно будет отпустить. Вот, у них честность, прозрачность бизнеса, я уже сказала, честность, прозрачность в отношениях, скромность, у многих таких людей они могут, они могут владеть миллиардами, но при этом ходить в обычной простой одежде, сейчас прошу заметить не в бомжатской одежде, да, как я говорила, а в гармоничной, да, то есть Сатурн это всегда про Аскизу, Сатурн это всегда про, про, вот, как Стив Джобс, да, он ходил в одной и той же одежде, вот, то есть это Сатурн, у него не было разнообразия, у него практичность была, вот, то же самое можно сказать и про владельца Фейсбука, да, он тоже в повседневной жизни ходит в футболках, в шортах и без каких-то там цацок, вот, он такой довольно простой, простой человечек, вот, и у этих людей доминирует скромность, даже у тех же самых евреев, они также могут быть там мультимиллиардерами, и при всем при этом они ведут абсолютно аскетичную жизнь, вот, таких людей тоже много, это говорит о том, что у них прям Сатурн уже практически эталонный, да, потому что уже нет желания, они уже просто знают, что смысл, суть не в цацках, да, а в том, чтобы делать что-то важное для этого мира. Умение работать в долгую, умение работать годами, строить бизнес и не образовать после неудач, то есть человек может прекрасно знать, что два года, например, у него вообще никого выхлопа не будет, и нормально это воспринимать. Умение планировать, человек знает, что с ним будет через 5 лет, через 10 лет. Когда вот у меня был не проработан Сатурн, я даже не знала, что у меня со следующим месяцем будет, мне говорят, что ты через месяц будешь делать, кем ты себя видишь через 5 лет. Я говорю, я даже через месяц не знаю, что будет со мной, не то, что через 5 лет. Сейчас вот я уже более-менее хотя бы год просматриваю, 2 года примерно знаю, что я буду делать. Вот, а люди, у которых гармоничный Сатурн, они тебе прекрасно ответят, кем они через 5, через 10 лет будут. Умение терпеть невзгоды, черные полосы проходят с достоинством, доведение дела до конца, до желаемого результата, трудолюбие и исполнительность. Они никогда не отступят от дела, пока они не завоюют, не доведут до желаемого результата. Вот, простая жизнь, Сатурн всегда стремится к простоте, к простой жизни. Вот, у человека нет ожиданий быстрого результата, Сатурн самая медленная планета, и заслужить ее благосклонность, это всегда годы работы, потому что Сатурн движется медленно. И это реально медленные, медленные, но стабильные результаты. Вот, то, что медленно и с большим трудом тебе пришло, так же оно, ну, это потерять так же и не будет, ну, не сказать, что легко, да. Если что-то легко потерял, это по карме. Вот, но обычно теряется это очень так же трудно, то, что десятками лет зарабатывал, вот, тяжело развивалось, много проверок, медленные результаты. Это Сатурн, вот, так. Имеет Сатурнянца, врага Сатурнянца, ребята, это, конечно, жесть, никому не советую. Это реально страшные люди могут быть. Вот, конечно, если это Сатурн дисгармоничный, вот, если Сатурн гармоничный, то из него враг абсолютно справедливый, и он никогда не сделает, там, да, ну, то есть это человек, который просто соблюдает свой интерес, он никогда, в принципе, не навредит, вот. Вот, но это всегда очень жесткий, хладнокровный человек, который, вот, что-то, если захотел, то он, скорее всего, этого добьется. Вот, и с Сатурном только, Сатурн только с Сатурном можно, Сатурн только к Сатурнам, да, у кого гармоничный Сатурн, вот, у кого он гармоничный, тот и выиграл. Вот, вообще, традиция Сатурна – это православие, вот, у нас православие – это всегда аскиза, люди ходят в чёрном, отсутствие, в принципе, какой-то радости – это всегда смирение, это всегда такое строгость, посты, вот, терпение, смирение, доверие Богу, высшая преданность, сострадание другим людям, нежалость, стремление всё упростить, да, то есть это, в принципе, у нас православие, оно у нас в России доминирует, вот, у нас, говорю, у нас в России это сатурнянцы сплошные. Вот, сострадание, уважение ко всем существам в любой ситуации, видеть Бога, как я уже говорила, вот. Так, жизнь по распорядку, следование выбранным традициям, проработанное, я вам уже перечислила качество сильного Сатурна, это трудолюбие, это невероятная выносливость, сильный Сатурн вообще ничем не изживёшь, ничем не выведешь, вот, потому что у Сатурнян, у них самая, наверное, мощная выносливость, если у человека сильный Сатурн, его вообще ничем не изведёшь. Вот, примеры сильного Сатурна это Маргарет Тэтчер, это Олег Тиньков, это Владимир Владимирович Путин, вот, Стив Джобс, в принципе, все такие мощные лидеры мира сего, которые, в принципе, ничем, никак их никуда и не сдвинешь, вот, у них у всех очень мощный и сильный Сатурн, вот. Что же дальше? Я хочу вам предложить. Мы, в принципе, уже делали гармонизацию Сатурна, и у меня постоянно проходят практики для гармонизации той или иной планеты в режиме реального времени, мы встречаемся в Телеграме, в прямом эфире, и проходим, допустим, там, встречаемся сейчас в данное время, когда я снимаю это видео, мы по пятницам встречаемся и гармонизируем Венеру, это абсолютно бесплатно, вот, и, в принципе, прохождение одной Аскизы у меня выходит раз в год, и, конечно же, очень много людей, которые хотят, допустим, гармонизировать Сатурн, но при всём при этом у меня гармонизация Сатурна, там, знаете, будет только через год, допустим, следующим летом, вот, и, конечно же, вам, допустим, хочется сделать гармонизацию Сатурна прямо сейчас, и я пошла навстречу людям, потому что многие просят, вот, многие видели результаты нашей прошлой Аскизы Сатурну, мы делали её этим летом, 8 суббот Сатурну, результаты были нереально крутые, я прикреплю результаты к концу этого видео, да, чтобы вы следующее видео посмотрели результаты прошлой Аскизы, практически у всех выросли доходы, у девочки, которая не, в принципе, не работает, она сидит дома, у неё муж занялся бизнесом, у меня у самой доходы выросли на 4х4 или х3, у кого-то выросли х4, у меня выросли х3, да, вот, а у других перевели в отдел на любимую работу, которая прямо им нравилась, которую они давно хотели, и, в принципе, мы заметили, что у всех реально выросли доходы, выросло процветание, вот, и улучшились отношения с родителями, такой результат мы, в принципе, взяли, но тогда мы делали Аскизы очень, так сказать, слабенько, мы делали, в принципе, моя Аскиза состояла только в том, чтобы проводить эту Аскизу и по субботам петь мантру и, конечно же, почитать старших. Какую программу я приготовила на новую Аскизу? Она просто, ребята, нереальная, у меня исписано полтетради того, что мы с вами будем делать, что мы с вами будем изучать и какие нереальные практики будем делать. На протяжении 8 суббот мы будем делать с вами различные задания, вот, и будем с вами делать просто невероятную крутую работу, я вам дам кучу рекомендаций того, что может гармонизировать ваш Сатурн, реальные практики, реальное применение, вот, перечислю сейчас кратко тот план, из которого будет состоять наша Аскиза. Это плотная работа с мантрами. Если мы читали на нашей прошлой Аскизе только одну мантру Ом Принг 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 Саха Шена Ена Маха, то сейчас мы добавляем 108 имен Шани, мы добавляем мантру защиты Сатурна также и, конечно же, добавляем стандартную мантру. Все это будет гармонично встроено в ваш обычный повседневный день, вот, в субботу. У меня прям конкретные такие прям клевые задания на субботу, то, как правильно проводить день, вот, правильная Аскиза, это отказ от некоторых блюд, вот, и, конечно же, Аскиза по питанию, да, то есть у нас Аскиза будет аскетичная, именно такая монастырская еда, вот, в этом будет заключаться наша Аскиза. Кто захочет, он, конечно, сможет работать и проводить Аскизу на голоде. Вот, а также я расскажу вам про камни Сатурна, какие нужно камни носить Сатурна, на каком пальце, как это правильно работает энергетически. Подробно разберем слабые положения Сатурна, которые я вам сейчас только перечислила, там мы их разберем уже подробно, как они действуют в жизни человека. Также я вам расскажу про скрутки благовония, которые нужно жечь в качестве подношения Сатурну, да, мы с вами займемся, сделаем янтру, будем по субботам делать подношения Сатурну. Вот, какие четкие нужно для того, чтобы читать мантры Сатурну, лекции для Сатурна, для того, как правильно вести себя со старшими, задания, освещение еды, я правильно также буду вам давать, да, в видеоматериале покажу, как правильно освещать пищу, для того, чтобы принимать ее и чтобы она благостно влияла на вас. Также разберем медицинскую астрологию Сатурна, склонности к заболеваниям и положениям, лекция медицинской астрологии. Вот, и конечно же, на протяжении всего, всех восьми суббот, которые вы будете проходить, там будет куча клевых заданий, это и посадить папоротник, фиалку, вот, мы не работали с фиалками с вами в прошлой, ну, в прошлой аскизе не работали с фиалками, сейчас мы будем ухаживать за папоротником, сажать и фиалки также. Вот, много других заданий, катха Сатурну, служение старшим, лекции интересные, которые, потому что в первую очередь нам нужно изменить наше мышление, да, потому что дисгармоничный Сатурн, это наше мышление, составляет различные планы, много-много всего, огромная работа, и на выходе после этой практики, я думаю, что результаты будут просто невероятно крутые. Вот, в принципе, любая аскиза, в которую вы идете, она всегда включает действие, работу этой планеты, потому что мы прошли уже аскизу Луни, аскизу Венери, аскизу Сатурну, и я реально вижу, как каждый раз включается планета, и с каждым человеком она начинает взаимодействовать. В моей жизни они просто невероятные перевороты, сейчас у меня аскиза Венери, и я просто в шоке с того, как застой, который у меня просто, я не знаю, там, кучу лет длился, наконец-то у меня прям происходят какие-то события, клевые развития, я прям вообще в шоке от каких-то путешествий, которые начались у меня, которых не было раньше. Вот, также я вам расскажу, как грамотно входить в аскизу, и с какой позиции, чтобы из правильной позиции нужно зайти в аскизу для того, чтобы Сатурн именно задобрить, делать упаю Сатурну, да, а не как бы своему эго. Вот, очень тонко, много очень тонких моментов, чтобы вас по ним провели. Конечно же, у нас будет сопровождение на протяжении 8 суббот, в чате вы сможете задавать любые вопросы, я буду на них отвечать, как-то вас консультировать, то есть смотреть, что с вами происходит во время аскиза. У нас будут задания, с которыми вы мне будете также скидывать обратную связь, по результатам, да, как вы какое-то задание выполнили, я буду смотреть. И еще один момент, которого не было у нас также в прошлой аскизе, то есть мы аскизу прошли, я посмотрела, что там было, что можно добавить, я улучшила ее раза в три, также очень много всего полезного и нужного добавила, вот, и, конечно же, в этой аскизе уже более так четко, более внимательно происходит внимание именно к деталям, как правильно начать день, что день нужно там начать, там с принятия душа, что какие именно рекомендации по аскетичному питанию. То есть я расскажу вам общие рекомендации на весь период, 8 суббот, также на каждую общие рекомендации на каждую субботу, также про мантры расскажу, да, это я вам уже говорила. Вот, и каждый день будет видео, ну, в котором мы сможем, также в прямом эфире вместе с вами будем петь мантры, и также будут рекомендации, как проводить определенные дни правильно, первый день, с чего его начать, как правильно петь 108 имен Шани, как правильно зажигать благовония, там, какие благовония, короче, это огромный-огромный пласт информации, с которым мы с вами будем. Вот, я не договорила о дальнейшей рекомендации после аскиза. Если у вас Сатурн, допустим, реально дисгармоничен, и вам нужно не просто пройти эту аскизу, да, но и потом в дальнейшем уже помимо аскиза какие-то делать ритуалы, также будут рекомендации, что нужно делать уже после аскиза для того, чтобы не просто свой Сатурн наладить, но и потом поддерживать его еще и после аскизы, также в гармоничном положении, чтобы он, ну, чтобы, как бы, сказать, с ним дружить. Вот. Такие вот у меня для вас клевые, клевые-клевые информационные подгоны. Вот, клевая аскиза, я продумала ее максимально, и стоит все это 2,5 тысячи рублей. Это будет в виде такого пакета, в котором будет видеоинформация по каждой теме, как работает мантра, как петь мантру, и, конечно же, видео где-то около часа на каждую субботу, на протяжении 8 суббот. Вот. Для тех, кто действительно заинтересован в свой Сатурн проработать очень мощно и четко, у кого реально есть проблемы, это реальные прям лекарства-таблеточка, которая поможет вам поправить ваш разум, энергетические какие-то потоки, энергетику, да, то есть Сатурн это энергия, это определенные вибрации, которые на вас влияют, все это наладить, все это гармонизировать, вот, и уже дальше двигаться по жизни с проработанным Сатурном. Я не говорю, что там будут капец результаты, да, что у вас прям, что вы прям все сделаете мантру, у вас там какое-нибудь трудовое проклятие там пропадет, конечно, я ничего никакой гарантии не даю, вот, но то, что Сатурн улучшится, даже после нашей небольшой Аскизы результаты были крутые, вот, это точно будет. Ни одна Аскиза по дням, ни одно пение мантры не проходит зря, это все записывается в вашу кармическую копилку. Вот, цена здесь поставлена для того, чтобы люди, которые пришли на эту Аскизу, они ее доделали до конца, чтобы вы относились к нему серьезно, для того, чтобы вы, произошел энергетический обмен, цена пока такая, она может быть выше, вот, ну, в принципе, пока что она фиксирована, да, может быть выше, может быть ниже, в зависимости от различных каких-то, может, я захочу сделать скидку, вот, все это вы найдете на сайте, который в описании к этому видео, то есть открываете описание, и там уже будет указан канал Телеграма, где вы сможете посмотреть, какую Аскизу, какой планете мы проходим в данный момент, может быть, вы захотите присоединиться бесплатно, Аскизы в моменте, они всегда проходят бесплатно, Аскизы, которых уже нету, конечно же, они уже будут с определенной ценой, это на сайте, то есть переходите на сайт Prisley Herbs, открываете раздел гармонизация планет, Аскизы планетам, да, выбираете планету, которую вы хотите гармонизировать, если вы переходите с этого видео, да, либо вам нужна другая планета, переходите, открываете, оплачиваете, и вам приходит пакет с информацией, с видосами, с текстами, с янтрой, которую надо распечатать, и совсем-совсем прям таким объемным, объемной информацией, которую, которая вашей жизни, конечно же, улучшит, потому что Аскиза, это всегда про духовный рост, про то, что, с чем нам, конечно, всем нужно работать, вот, многие люди материальными больше занимаются вещами, да, они больше зарабатывают себе на жизнь, вот, но никто не думает о духовном росте, именно для того, чтобы именно духовно вырасти, заниматься практиками, заниматься Аскизами, заниматься пением мантр, которые также невероятно клево балансируют нашу энергетику, очищают нашу энергетику, и выводят нашу жизнь вообще на охрененный новый уровень, о котором в обычном, в обычном физическом каком-то мире мы иногда и не мечтали, вот, работать над духовностью, это самое, наверное, не знаю, мое самое любимое дело, и я, конечно же, стараюсь вас туда тоже привлечь, чтобы гармонизировать и планеты, потому что я сама в это пришла, потому что у меня была просто раздолбана Луна, нафиг у меня включался в моей жизни очень разрушительный аспект, Сатурн-Луна, который проехался по мне просто танком, вот, и Аскиза в тот момент, который я делала, ну, в этот момент я делала Аскизу, пригласила тоже с собой людей, вот, и это как-то меня дало мне защиту, чтобы я прошла этот период очень-очень достойно, вот, с тех пор вот я начала делать те самые гармонизации планет, вот, и помогаю также тем самым людям, вот, переходите, буду рада помочь вам, буду рада послужить вам своими знаниями, своей информацией, стать проводником, гармонизировать вашу планету, спасибо за внимание, до скорых встреч, жду вас уже там, по той ссылочке, как нам выразивité все, varsите сидят всю мог When Kujusta, амини в этом многом биле и за внимание, как pulse вы, такой presque вся scared к вам, комментарий рядом на правиле. Номер ego. И до скорых встреч. Приятно, Вас 주ите на сегодняшний день, orde had записи все за внимание на р Lego стоит до trusts, especially за внимание на то, и подписчик на дулы, и однако crwy, тасс, как упал просто землю, pandemia, Продолжение следует...